Добрый вечер! Добрый вечер! Мы проводим ежегодную обработку на площади свыше 300 гектаров. С выше 300 гектаров. Площадь меняется ежегодно? Площадь определяется в рамке выделенных с бюджета местного бюджета средств. Поэтому площадь охватом не увеличивается. Ежегодно мы проводим двухразовую обработку наземную, химическую. Применяются препараты гормонального типа. А также в этом году мы провели дополнительно вторым этапом препарат карбофос с хлорофосом. Препараты закупать приходится где-то? Это закупается, да, не казахстанского производства. Дисселина тоже все приобретается из Алматы. То есть независимо от поставщиков каких-то из-за рубежа, да? Да. Из стран СНГ и прочего. Препараты местные два раза проводятся в год? Два раза, да. Вы уже провели и первый, и второй? Нет, мы в первом этапе провели двухэтапную обработку с применением, более чтобы эффективное было действие. Потому что сами вредители имеют такое свойство, которое, когда применяется один препарат постоянно, то приспосабливается. Иммунитет вырабатывается, да? Да, иммунитет, да. Ну вот хитрые какие существа все-таки эти вредители. Как мухи раньше были. Да, ну естественно, да. Препараты вам приходится менять. Конечно. Первая фаза обработки, она включает в себя два этапа. И вторая тоже два этапа. Да, два этапа, вообще можно было и три этапа. Есть еще метод обработки нефтепродуктами. Это что такое? Ну, применяются нефтепродукты. Отходы производства? Да, нет. Такой остаток нефти, также, скажем, дистоплива делается смесь и обрабатываются, ну, такие помещения, деревья, стволы. Насколько эффективен этот метод? Ну, она желательно, а то есть проводится в осенний-весенний период, ранний стадии, это... Взарождение или... Нет, это зимующих взрослых особей. А вот эти особи, они могут зимовать? Конечно, у нас то, что вот эффективность такой не показывается, не осуществляется у нас из-за того, что они в населенных пунктах, скажем, зимуют у нас в подъездах, это... в хозпостройках, теплых местах. То есть мороз не гибнут все-таки, да? Не помеха им наш климат. Ну, они уже приспособились, что как бы не в открытой пространстве, скажем, в загородных площадях, там, лесных, зеленых насаждениях. А вот же еще теплые места, вот в щели забиваются. Но до этого момента осенняя обработка у нас не проводилась, я насколько знаю, всегда весной проводится обработка. Почему не применяется этот метод, и почему не используется нефтепродукты? У нас вроде бы и нефть есть рядом. Ну, все зависит от того, как скажем, от возможностей. Возможностей. Стеснется на средства. А не дешевле этот способ, чем вот закупать тот же карбофлос, стихлофлос? Здесь совместно, скажем, в период их развития, в летний период, надо ввести химическую обработку. А это как бы зимующих и перезимовавшихся. Но если угроза, что мы не будем принимать какие-то меры, то этих особей у нас станет больше, они поселятся здесь на веки вечной в нашей области и будут пожирать все те насаждения, которые усиленно люди высаживают, жители нашего города. Массовая посадка идет деревьев, насаждение. Одно дело полив, об этом тоже мы часто говорим, что гибнут растения. Другое дело, когда они подвергаются вот такому пожиранию, съедению. И просто обидно, что те же бюджетные средства, они тратятся вот так в пустую. Деревья гибнут. Здесь какие-то меры усилить можно? Можно ли выпросить дополнительные средства? Мы сейчас подготовили очередной систем городского маслехата выделение дополнительных средств для проведения второго этапа обработки. Второго, третьего вообще рекомендуется проводить до пяти раз за сезон. Но мы же эту технологию не выдерживаем. Опять-таки все упирается в средства. В этом году средства выделили на небольшой участок. Какая-то часть того, что должно быть обработано? Вот мы обрабатываем. Если по нашим имеющимся данным, что у нас на территории города занимается зеленое наслаждение 43 тысячи гектаров, а мы ежегодно проводим обработку только двухразовую на площади свыше 300 гектаров, это вообще мизер. Ну вот, сопоставить, да? Да, сопоставить это получается. Так есть ли смысл такие деньги тратить? Вообще польза есть от того, что вы хотя бы это обрабатываете? То, что мы обрабатываем эти основные, скажем, главные улицы, проспекты, также скверы и парки, ну, как сказать, она показывает, что есть результат. Если бы мы не обрабатывали, было бы, как скажем, в девятом или десятом году, когда они появились, знаете, у нас парк сидел, весь пожелтепший, листья съедены были. А сейчас такого не надо. Ну, сдерживайте немножко. Просто этих средств достаточно для того, чтобы сдерживать. Да, сдерживаем. И то в части, вот, я же говорю, главных улицах, скверах, а так основных частей города, да. Вся остальная площадь гуляет. 42 тысячи 600 гектаров гуляет просто так у нас. Да. 300 из них обрабатываются. Ужасно, конечно. Есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему опыляются вот эти карагачи только на главных улицах нашего города? Не опыляется вот где 16-я школа, район Желгородка, сколько этих жуков летает. Невозможно ходить по улицам. Мы поняли, спасибо. Если вы внимательно нас слушали, то мы вот буквально 10-15 секунд назад объяснили, почему мы можем повторить, Хосе. У нас есть принятые правила благоустройства и защиты зеленых насаждений, санитарной очистки населенных пунктов областными маслехатами. В этом правиле все территории закреплены за владельцами, за физическими и юридическими лицами должны за зелеными насаждениями, содержанием и уход производить сами владельцы. Давайте сейчас сразу уточним. КСК, дворы, должны заниматься сами или это ваше задачу? Определение КСК, многие недопонимают. КСК, он не владелец. Владельцами являются те, которые собственники квартир, многоэтажных, также частных домов, сам владелец. То есть, ну это жители, они заинтересованы, что, если они заинтересованы, то они должны на собственные средства обеспечить обработку зеленых насаждений. Частный сектор тоже понятно, да? Да. Достаем опрыскивателя, опрыскиваем свои садовые и близлежащие деревья. Или также можно те же, которым электронный конкурс, победитель, когда этот, пожалуйста, можем дать их данные, которые могут произвести обработку. Скажите, частные организации какие-то могут помочь государству в решении этой проблемы? Или только государство отвечает сейчас пока за обработку? И что такое 7 миллионов выделенных средств? Ну, скажем, частные, если спонсорской помощью, да, могут оказать содействие. И также сами, скажем, жители города, если бы относились, у нас в основном зеленые насаждения, как вы сказали, город ежегодно зеленеет, но у нас как в основном СМИ и на электронную почту приходят в основном от молодежи. Те зеленые насаждения сейчас, которые есть в городе, эти посажены, скажем, нашими родителями, даже прародителями. В основном сейчас по инвентаризации, который у нас проведен, два раза был район жил городка, у нас в Центральном парке проведена инвентаризация зеленых насаждений. Ну, понятно, все это вы учитываете, все смотрите. Вопрос-то в другом, что достаточно много зеленых насаждений. И получается, что тех выделенных 7-8 миллионов, которые вы получаете, их катастрофически мало. Нет, еще раз хочу обратить внимание то, что... Коротко, пожалуйста, мы заканчиваем нашу ночь. Да, что это сами владельцы, собственники земельного участка на своей территории должны... Все сами. Спасибо большое, мы вас поняли. Но частично все-таки деньги будут выделяться, на это хотя бы можем рассчитывать, жители нашего города. Ну, посмотрим. Ну и поднимайте вопрос, потому что действительно с вредителями нужно бороться, и желательно делать это вовремя. Спасибо большое. С вами были сегодня Хасейн Юсупов, главный специалист отдела ЖКХ, и Ирина Гути, всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok